Новый микрорайон Репина оказывается построен без ливневок. Пока едем до места на машине, находим одну. Больше нет. Такое ощущение, что при строительстве территории канализация вообще никому здесь не была нужна. Подумаешь, место под уклоном. Куда вода потечь-то сможет? Ну, как гласит закон Мёрфи, всё, что может пойти не так, пойдёт не так. Вода течёт вниз. И вот в данном случае мы присутствуем на озере, которое скопилось. И два года уже оно не пересыхает и грозит нам тем, что просто съедет вниз в виде сели. Дождевая вода уходит по дороге вниз к оврагу, оттуда попадает в озеро и растекается по земле. Ну, а конечная точка, как утверждают жители посёлок Ленинского района, мостовая, которая по несколько раз в год оказывается под водой из-за своего расположения. Сутки назад на место всё же пригнали спецтехнику. Впервые прорыли канаву, чтобы уровень воды в озере понизился. Теперь она постепенно уходит вниз небольшим ручейком. Уровень озера упал примерно на 60 сантиметров по отметкам на дереве. Вот там тину видно, как она была. Но это ещё только самое начало, и, видимо, озеро очень глубокое. Все эти меры временные. Чтобы проблему полностью ликвидировать, необходимо демонтировать трубы, которые находятся на высоте, установить дренаж и так далее. Кстати, есть информация, что котлован озера – в прошлом место для строительства гаражного комплекса. Большую яму теперь обещают засыпать. Вчера прокопали канаву, спустили в воду часть. На это место установим трубы, а сверху сделаем мост, чтобы можно было безопасно проходить. Но овраг славится не только озером убийцей, которое топит мостовую. 26 апреля 2017 года в год экологии наша съёмочная группа выезжала сюда из-за свалки. 12 экологических месяцев прошли, свалка нет, живёт до сих пор. Но вернёмся к затоплениям. В аналогичном положении оказались и жители Вырыпаевки. Как минимум две улицы и один переулок на треть, скрытый под водой. Местные в отчаянии – дело не только в комфорте. Собрать или высадить новый урожай невозможно. В своём письме, которое пришло к нам в редакцию, жители среди прочих выставляют аргументом следующее, цитируем. «Мы выбираем правительство с надеждой на то, что нам будут помогать, а не закрывать глаза на проблемы людей». Конец цитаты. К сожалению, местным обитателям уже дан ответ от чиновникам. Дренаж ожидайте через год или два. Но у людей закрадывается мысль, что за всё это время материальный ущерб будет таким, что никакой дренаж положения уже не исправит. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.